Генерал-полковник, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Александр Баранов. В начале нулевых военнослужащий руководил операцией по освобождению Чечни. За мужество и героизм президентом ему было призвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня его имя носит 149-я школа в Самаре. В 2015-м по инициативе учащихся и их родителей здесь открыли тематический музей. Сегодня директору 149-й школы и еще четырех образовательных учреждений вручили энциклопедии подвига. Я понимаю, какую роль это играет для детей, такие проекты. И я думаю, что я сегодня принесу эту энциклопедию и поставлю ее на самую главную полку в нашем музее. Впрочем, долго стоять на полке у книги не получится. В планах использовать литературу для подготовки школьных рефератов и составления новых школьных экскурсий. Свыше 500 страниц о героях Самарского края. Мы сегодня говорим о 297 героях Советского Союза, 41 полный кавалер Ордена Славы и 55 героев Российской Федерации, чьи имена связаны с Самарской землей. Это целый полк, мы говорим, геройский, настоящий, самарский. Пример – это подвиг. И не обязательно, что будет фамилия Иванов, Петров или чья-то. За этим героем стоят тысячи людей. 126 самарских школ названы в честь героев. Четыре среднепрофессиональных образовательных учреждения и один вуз, получивший имя Сергея Павловича Королева. По сей день продолжаются поисковые работы. С 2014 года удалось найти почти в четыре раза больше героев на территории региона. Энциклопедии подвигов с историей этих героев отдадут в самарские школы и библиотеки. Ознакомиться с книгой можно и онлайн. Сборник доступен в электронном формате. В ближайших планах выход новой энциклопедии, рассказывающей о трудовых подвигах самарцев. В регионе 313 героев социалистического труда. Мария Левина, Максим Гусев, События.